Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. У меня есть некоторые важные обновления для криптопространства. Прямо сейчас я покажу вам одно из самых последних сообщений от Международного Валютного Фонда. МВФ пишет, на саммите лидеров Большой Двадцатки была одобрена общая концепция долга. Это последнее средство Большой Двадцатки, призванное помочь наиболее уязвимым странам справиться с кризисом. Кристаллина Георгиева установила три приоритета в условиях критического перелома мировой экономики. Что же это значит? Общая концепция долга. Читайте между строк. Большая Двадцатка и Международный Валютный Фонд думают, как уничтожить современную долговую систему и заменить ее чем-то новым. Общая концепция намекает на глобальные изменения. Перезагрузку по всему миру. Глобальная валютная перезагрузка. А что касается тех приоритетов, установленных Международным Фондом для спасения мировой экономики. Они расписаны в их документе, отрывок из которого опубликовал Кинг Риппл в Твиттере. Итак, первый приоритет это преодоление кризиса здравоохранения. Второй усиление мер переходного периода по восстановлению экономики. Очень важно поддерживать предприятия и работников до тех пор, пока мы не выйдем из кризиса в области здравоохранения. Прежде временного прекращения государственной поддержки не должно быть. Пришло время подготовиться к синхронным инвестициям в зеленую и цифровую инфраструктуры, чтобы стимулировать рост, залезать раны и решить проблемы в области климата. Если страны Большой Двадцатки будут действовать вместе, они смогут достичь на две трети больше при одинаковых затратах, чем если бы каждая страна действовала отдельно. И, наконец, третий приоритет – сформировать основу для более совершенной экономики 21 века. Обратите внимание, цифровая инфраструктура и зеленая инфраструктура. Зеленая означает экологически безопасная, в том числе и для климата. Мы знаем, что XRP тоже имеет цель быть безопасным для экологии. Ripple называет XRP экологически чистым. И это действительно так. XRP в 57 тысяч раз более дружелюбнее к окружающей среде, чем биткоин. Это важная деталь. Они там собирались в одной комнате все эти годы. Лидеры Большой Двадцатки, все эти банки и политики. И они аккумулировали активы, зная что-то, чего не знают массы. Причем без остановки они все копили и копили эти активы. Эти активы это, например, драгоценные металлы, биткоин, XRP. Они делали это вне биржи. И я много раз показывал вам примеры этого у себя на канале. Я хочу, чтобы вы знали, Саудовская Аравия берет лидерство в Большой Двадцатке. Саудовская Аравия это нефтедобывающий лидер, а мы все еще живем в системе Петродоллара, в системе нефтевых долларов. Однако мы уже находимся в одном шаге от перехода в цифровой век. Мы верим в то, что новая система, подкрепленная новым золотым стандартом на основе криптовалюты, придет. И этому есть множество косвенных и прямых доказательств. Например, центральные банки используют так называемую переоценку счета для драгоценных металлов, чтобы резервировать долг. Что это значит? Что рост цены золота поможет им избавляться от долга. Фактически они уже могут превращать что угодно в золото. Такой тонкий намек на цифровой золотой стандарт. Теперь вы понимаете, что это не зря называется финансовой перезагрузкой. Перезагрузить цены на активы. Я знаю, что это звучит странно и смешно. Но мы находимся в таком моменте истории, который сам по себе странный и смешной. Но давайте вернемся к Саудовской Аравии и Большой Двадцатке. МВФ говорит об инвестициях в инфраструктуру, в частности для того, чтобы оживить климатическую повестку дня и для запуска цифровой экономики. Ключевое слово здесь – инфраструктура. Сейчас я покажу вам важное видео, которое с этой инфраструктурой связано. Это видео с канала Darren Moore Jr. Послушайте внимательно. МВФ работает над двумя задачами. Вторая из них – это продолжение работы над инфраструктурой цифрового актива. С фокусировкой на улучшении регулятивного фона для участия приватного сектора. Большая Двадцатка готовится сделать свою инфраструктуру классом активов с фокусом на улучшение регулятивного фона для приватного сектора. Мы согласны с тем, что так называемые глобальные стейблкоины не могут быть использованы для коммерческой деятельности до тех пор, пока не будет готова релевантная, легальная и подходящая по стандартам инфраструктура. Глобальный стейблкоин не будет работать, пока мир не согласует некие общие стандарты для него. Факт того, что Большая Двадцатка имеет стейблкоины на повестке дня, доказывает, что интернет ценностей – это то, что нас ожидает совсем скоро. Друзья, Большая Двадцатка готовит инфраструктуру, которую назовет новым классом активов. Безусловно, ликвидность потребуется, и ее обеспечить сможет он Демент Ликвидити. Ликвидность по требованию от Риплэксерпи. Вот что будет использовано для функционирования новой цифровой финансовой системы. Эксерпи и есть этой инфраструктурой. Также вспомните, я показывал вам немало документов, в которых написано четко, что XRP должен быть стейблкоином. И конечная их цель именно такая. И еще есть документы, в которых написано, что XRP может быть использован как стейблкоин, но с ценой, которая отличается от единицы. Это будет High Priced Стейблкоин в той или иной форме. Я не знаю, как это будет работать, как они сделают его стабильным и на какой ценовой отметке это произойдет, если они это сделают. Но есть множество индикаторов, которые указывают на то, что все движется к этому. И этот отрывок, который я вам показал, бросает луч света на завесу мрака. Большая двадцатка готовится инвестировать в цифровую инфраструктуру, которая будет активом, а актив, в свою очередь, будет стейблкоином. Вам не кажется, что пазл только что сложился? И я думаю, что это тот момент истории, когда все произойдет. Потенциальная перезагрузка уже здесь. И она придет на смену Петра Доллара. Глобальная перезагрузка. Рэй Далио в своей новой книге пишет, что гиперинфляция это прекрасно для активов. А криптовалюта это новый класс активов. И именно поэтому грядущий булран криптовалют будет эпических масштабов. Наши дети, внуки и правнуки будут пожинать плоды нашей веры и нашего труда. Друзья, мы держим биткоин и рипл xrp. И это именно те активы, которые сверхбогатые люди не просто хотят. Они им необходимы. Они нужны им. И вот почему так важно, что мы холдим их. И мы видим все больше индикаторов того, что и биткоин, и рипл xrp в долгосрочной перспективе преуспеют. Это цена акций MoneyGram. Совсем не случайность, что они начали расти именно после партнерства с рипл. Когда мы посмотрим на пятилетний отрезок, то увидим, что с ними было в 2019. Они были сломаны. Их бизнес разрушался. А затем произошло партнерство с рипл. MoneyGram чуть не погибли, как компания. Затем рипл пришел и спас их. И теперь их дела пошли вверх. Их отчет за третий квартал был очень позитивным для рипл xrp. И теперь их акции стоят 8 долларов и возвращаются к отметкам былого величия. И это я считаю тоже индикатором того, куда именно направляется xrp. И напоследок, это видео тоже должно вас волновать, как холдеров рипл xrp. Джим Крамер намекает на покупку рипл xrp в эфире американского телеканала. Также он говорит о MoneyGram и биткоине. Он говорит, что нужно покупать крипту. Послушайте. Привет, Джим. Мой вопрос о компании, которая использует криптовалюту xrp для отправки трансграничных платежей. Это компания MoneyGram. Да, я знаю MoneyGram, но знаешь, ты должен просто пойти и взять крипту. Мне нравится ситуация с биткоином. Итак, что мы будем делать? Мы собираемся покупать, но не MoneyGram и не PayPal. Потому что даже Лэн Шульман идет ва-банк в криптовалюте. Джим Крамер сказал, что нужно покупать криптовалюту, а не компании типа MoneyGram. Он сказал, что ему нравится ситуация с биткоином. Старшее поколение почему-то ассоциирует крипту только лишь с биткоином. Но биткоин это лидер индустрии. А мы понимаем, когда речь идет о способах использования или о технологиях, то мы видим, что именно xrp используется для трансграничных платежей. Мы видим, что именно об xrp говорят документы финансовых организаций. Что именно он потенциально может быть использован для цифровой экономики. Джим намекнул, что нужно делать. Но мы делаем это и так, и уже давно. Рост цены приведет к притоку новых инвесторов. Сейчас это почти 60 центов. Я думаю, он вполне может вырасти до доллара. В долгосрочной перспективе даже до 10. Но если он сейчас откатится до 39, 35 или даже 30 центов, это будет отличнейшая точка, чтобы купить. Друзья, меня зовут Богатейший Ди. Ставьте лайки, если видео вам понравилось и было интересным. В последнее время мои видео набирают просто умопотрясающее количество лайков и просмотров за несколько часов. И это очень сильно меня заводит. Я просто делаю контент постоянно и получаю кайф от вашей отдачи. Большое спасибо за такую безумную поддержку. В хорошем смысле этого слова. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео. Ну и вот это все. Обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok